Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Напоминаю, что подобные выпуски на моем канале происходят практически каждую неделю. Я освещаю именно то, чем живут сами турки, что происходит в стране Турции, что люди думают по отношению к политическим процессам, экономическим моментам, в принципе, в социуме здесь, в стране. Если вам интересно, как размышляют, что делают и что думают турки, то милости просим на такие видео. Если вам эта идея нравится и вы любите эти выпуски, ставьте лайк, подписывайтесь на канал обязательно и распространяйте видео в соцсетях. Давайте приступим. В Турции у нас продолжаются подниматься цены. Буквально недавно, несколько дней назад, примерно 27-28 марта, было очередное повышение цен в районе 20-30% на какие-то определенные категории товаров, такие как молоко, мясо, особенно молочка, молоко, мясо и, естественно, все производные, исходящие из этого. Сыры, молоко, йогурт. Это вообще базовый рацион турок, именно кисломолочные какие-то продукты. Я имею в виду йогурт, несмотря, там, дальше у нас будут овощи, там, или, например, солча, но, в общем, йогурт, молочка такая, это очень большой составляющий рацион турок. Тоже все опять, как всегда, подорожало. Дорожает вообще все. Вы можете сказать, ну, как и везде, да, у всех все плохо, вот это постоянно, я это и читаю в комментариях. Я вам рассказываю именно здесь, в стране и Турции. Индексации зарплат, естественно, не происходят, цен только растут. Знаете, некоторые категории, такие как хлеб, мука, там, все это пока остается, не сильно такие скачки, огромный цен, но вот на отдельной категории, да, и я честно порой уже поражаюсь. Я считаю, что люди, знаете, стиснув зубы, ну, я вам не скажу, прям это терпят, возмущаются, естественно, но это уже некая грань возмущения. Несмотря на то, что сейчас зарабатывает себе политические очки на мировой арене президент своей вот этой миссии, ролью, как бы, как мы его назовем, типа а-ля миротворство, да, то есть выстраивание вот этой нейтральной позиции и приведение к каким-то договоренностям, переговорам и перемирию между Россией и Украиной, вообще, что сейчас в мире, да, происходит. Но здесь в стране эта позиция очень сильно одобряется обществом, людьми. Все, как бы, знаете, ощущения, общаясь здесь с турками, я чувствую, что окей, даем ему, условно, шанс какое-то время, может быть, что-то еще у нас в лучшую сторону изменится, но вот эта финансово-экономическая ситуация, кризис, который в стране происходит, вот этот шанс, время, оно у него уменьшается каждым разом. То есть качественно люди по-другому жить, естественно, не начали, инвестиций огромных пока еще в экономику страны нет, не пополняются, например, рабочие места новые, короче говоря, люди пока активно, демонстративно, вербально не выражают свой протест, но близится все к этому. Про корону, естественно, все забыли, все, конечно, сейчас здесь боятся, в ожидании, что там, блин, в Китае что-то закрывается, там опять какая-то вспышка, здесь продолжают маски носить индивидуально по своему желанию, люди у нас, да, отменили в общественных местах, они не обязательно, только в закрытых помещениях в общественном транспорте или там какой-то рекомендательный такой характер, но люди продолжают, очень многие продолжают носить маски, считают, что это их спасет или по как минимуму, ну, от вирусных каких-то, да, заболеваний, сезонные никто тоже не отменялся, таки гриппы и все прочее. Госпитали, про них вообще перестало что-либо быть слышно, они есть, есть ковидное отделение, но госпитали, которые были ковидными сделаны во время пандемии, они переходят в работу в нормальную, скажем так, сферу, в нормальное время для обслуживания не ковидных пациентов. Хочу отметить, что сейчас вообще особо не разделяют пациентов в больницах, то есть, смотрите, там у тебя все равно симптомы, но если ты там с гриппом пришел к врачу и типа делать тест, то есть все в очереди, вообще в общей сидят, как раньше, в начале ковида, ничего этого нет, все продолжают перемешиваться и, в общем, да, ковид, все замечают, здесь стал более слабым, он уже переродился, это более уже грипповый такой формат, не так сильно, даже вот у нас не такая высокая сейчас смертность идет по нему, не так сильно реагируют те, у кого какие-то хронические заболевания, все, в принципе, категории людей стали легче его переносить, но это вот последний где-то месяц такая история, потому что смертность, в принципе, была еще и высокая два месяца назад. Я хочу вам напомнить, старое дело, вроде бы 17-го года, я сейчас дату точно не помню, из Саудовской Аравии был журналист, убит в Стамбуле, если вы помните, его звали Джамал Хашо Ги, и это журналист-оппозиционер из Саудовской Аравии, если кто не помнит, я напоминаю, да, его убили и расчленили тело в Стамбуле, в консульстве, в посольстве Саудовской Аравии. Почему я сейчас об этом вспоминаю? Потому что все с 17-го, это если 17-й год, или 19-й, вот в то время, вроде, 17-м, 18-м году, все это время шел, типа, процесс, искали тех, кто это сделал, хотя, скажем так, эти люди уже были установлены, были камеры, запись его Apple Watch, аудиозаписи, там, назовем так, вот, допросы его туда пригласили, в консульство и так далее, есть прямые доказательства, ну, типа, никого не могут найти, знаете, за разряд, а мы пришли, так, Россия относится, а никого не было дома, ой, никого не смогли задержать, да, то есть, типа, шло следствие. По просьбе Саудовской Аравии это дело перевели, закрывают в Турции и переводят его к ним в страну Саудовскую Аравию, ну, как бы, понятно, что там никого судить, скорее всего, не будут. Вот такие новости, ну, знаете, отголоски из прошлого, кто бы мог подумать еще несколько месяцев назад, ну, окей, ровно год назад, возьмем так, год назад, что турки, что и да, он может встречаться с премьер-министром Израиля, что могут быть какие-то не просто переговоры, встречи физические друг друга, и больше того, договоренности о взаимном сотрудничестве, это просто нонсенс был бы, никто бы не поверил. Казалось бы, деньги, just business, это объединяет, да, экономические трудности в стране пошли на то, что Турция и Израиль, они будут взаимодействовать, проходили уже встречи физические, это просто шок, все просто так в недоумении, что никто об этом год назад предположить не мог. Но подписываются разные договоры, вливания экономические, и в принципе, зачем это нужно, и почему отозвали дело, да, в Саудовскую Аравию делают, скажем так, ну, прикрывают, все идет на то, потому что идет объединение. Турция планирует выстроить новый поток газа и нефти через свою страну в Европу, пользуясь нефтью Саудовской Аравии, чтобы это была тоже точка в Израиле, то есть вот это вот объединение бизнеса для того, чтобы выстроить вот этот поток подачи. Поэтому Арабский Восточный Мир, вот уже полгода этим, вся история занимается РДАН, вот этим объединением, я бы говорила про Восточный Мир, все вот эту историю. Если вы спросите, как к этому относятся турки, честно, все уже от того, что в мире происходит, очень сильно устали. У всех очень большой напряг финансовый в своей стране здесь, да, по жизни. Я говорю сейчас, проблемы с квартирами, с недвижимостью в Турции, наплыв огромный людей со всего мира. Пока что сюда приток капиталов от всяких олигархов, бизнесменов и так далее со всех сторон не пока не... Они приезжают, им предлагают там инвестиции в страну, чего бы страна сейчас не отказалась. Но, собственно говоря, пока что каких-то конкретных решений на эту тему нет. Из такого интересного скажу, что у нас пришвартовались две самых дорогих яхты в мире. Абрамовичев, знаете, он в кавычках резидент, но не в прямом смысле уже Стамбула, где он метается, переговорщик, и нашим, и вашим. Он приводит сюда, скорее всего, капитал, об этом информации нет. Но две лодки его в Бодруме одна, и вторая в Марморисе вроде бы, да. Я не помню точно, в Бодруме 100%, а вторая не помню, в каком именно порту стоит. Они пришвартовались еще где-то неделю-полторы назад. Кстати, активисты, парни, которые, как там, яхтингом занимаются в Бодруме. Там же у нас есть, так, в Бодруме огромная база. И, кстати, под Марморисом тоже там есть у нас. В принципе, ремонт там вертолетов и яхты различные. Большая такая база со всего мира. Там ребята, иностранцы, и турки, и русские, и украинцы. Все, в общем, кто в этом бизнесе, все там. Это огромные такие порты, точки по ремонту, по обслуживанию, по обучению. И вот ребята, которые из Украины со своими флагами, когда пришвартовалась, подходила в порт лодка Абрамовича. Они сделали такой, назовем, протест со своими флагами. Они окружили эту лодку, не давали ей пришвартоваться и кинуть якорь. Сие действу полиция позволила быть в течение 20 минут. Вызвали как бы полицию, но потом они, скажем так, позволили ребятам высказаться. Но по закону потом они их забрали в полицейский участок. А дальше о их судьбе я ничего не слышала. Я не думаю, честно говоря, что у них какие-то протоколы или штрафы были даже заведены. Но полиция выполнила свои обязанности, как должно быть. Но, поверьте, там не прибежали, не скрутили тут же этих парней. Им дали возможность донести то, что они как бы чувствуют, скажем так, то, что их мнение высказать. Ну, лодка в итоге, корабль стал на якорь. И проходит здесь техническое всякое обслуживание. А в Босфоре у нас здесь плавают мины. Это была история нашего последних, знаете, ну, недели. С нашей последней с вами встречи. Плавающие, дрейфующие мины. Они были закреплены в Черном море. Никто до сих пор не берет на себя ответственность, ни российская, ни украинская сторона, кто их крепил. То есть это мины плавающие, они закреплены по цепочке за якорь ко дну. И если это корабли, они могут задеть, то это взрыв будет, да. И вот эти, ну, они называются плавающие, дрейфующие еще мины. И там был шторм, и многие мины оторвало от якорей. И они стали дрейфовать, блин, в Черном море везде. И они прямо такие незаметные, такие огромные, там у нас фотки все облетели интернет у берегов. Рыбаки нашли одну такую мину, вызвали саперов, ее выловили. Да, это оказалась вот эта мина, все так-то, так-то, так-то. Запретили у нас рыбную ловлю в ночное темное время суток. То есть это кальмары. Но у нас, в принципе, рыба дорогая в Турции, будем честными. Дороже, чем, блин, в России где-нибудь. Там мне говорят, у вас там больше везде вокруг. Да, блин, у нас эта вся история гораздо дороже, чем у вас, поверьте. Так что вот, ну, кальмаров, как минимум, у нас сейчас, наверное, будет какой-то перебой или напряг. Ночью, потому что ловить рыбу нельзя будет. Опасность на эти мины. В тот день, когда выловили эту мину, вообще перекрыли весь нафиг Босфор. Два дня никто не плавал никуда. И все, что у нас же тут же через Стамбул, через Босфор. Золотой рог наш проходит вот это все суда, груженные, туристические, всякие, короче, весь этот транспортный поток водный. И у нас все замерзло в один момент. И это было в прошлые выходные. Вы не представляете, у нас был забит просто весь Босфор кораблями, с контейнерами вот этими огромными. Короче говоря, было такое, вот колобалык такой был, просто переполнен Босфор. Лодки, 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 лодки. Я вообще не представляю, они как держали между собой дистанцию, все понатыкано было. Потому что в один момент остановили на несколько дней, прощеверяли воду, проверяли эти еще мины, очищали, вылавливали, вроде говорят, еще. И, короче говоря, все это очистили. Мины там ликвидировали, которые отловили. Там на обследование, исследование их забирали, устанавливали чья, ничто и как. Запретили вот это ночное время рыбоохоту. В итоге потом пролив открыли, все потихонечку, транспорт этот разошелся. У нас даже не было транспортного вот этого водного сообщения внутри Босфори, в Стамбуле, между азиатской и европейской стороной. В тот день даже паромы не плавали, просто все остановили в один миг, чтобы не дай бог, кто-то не подорвался. Потому что если произойдет, там такая сила этой мины, блин, пол Стамбула нафиг просто снесет этим взрывом и вместе с цунами с водой. На данный момент, что такое из печального, ну будем заканчивать печальными тоже новостями. В ходе вот этих мин, короче, плавающих, дрейфующих, они где-то взрывались. Короче, вот 24 дельфина погибли, нашли их тела там. Ну это в открытом море, не рядом с какими-то населенными пунктами, берегами и так далее. Жалко, конечно, животных. Есть даже жертвы от вот этих мин, короче, от этой ситуации. Это просто печально, конечно, просто ужас. Но не настолько ужасно, что вообще происходит, правильно? На этом фоне вроде бы как о животных говорить и кощунственно, наверное. Ну блин, они тоже живые существа и, короче, не могут они тоже о себе позаботиться. И про них тоже молчать, знаете, не надо. Вот такие у нас были новости Турции на сегодняшний момент, на сегодняшний день. Я очень рада, что вы продолжаете меня смотреть. Я выпускаю видео также на Яндекс.Зен, туда их загружаю. На всякий случай, как резервный такой момент. И если потребуется заблочить YouTube, я открою в Телеграме канал по названию моего видео. На данный момент его пока что нет. Потому что у меня нет идеи концепции, как это преподносить, о чем там, собственно, писать. Это печатная история. В общем, я на связи с вами. Скоро увидимся. Спасибо за внимание. Всем пока.